МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, меня зовут Илья Афанасьев, сегодня у нас совместный эфир с Юлией Аргуновой. Юля, здравствуйте! Здравствуйте, Илья, и всем привет! Как у вас там в Москве, как погода сегодня? Сегодня классно, тепло, солнышко светит, зелень такая в окно, красиво. Вчера вот гроза была. Супер! У нас очень много вопросов по СММ, давайте попробуем пообсуждать. Пожалуйста, расскажите немножко про себя, кто вы, как вы вообще оказались в этой среде. Ну, я Юлия Аргунова. Если кратко, то до 2000 года я работала в различных компаниях в Алмате, директором по маркетингу, простым менеджером по маркетингу. Какое-то время назад я попала в горы, влюбилась в эту стихию и решила уйти из офиса, чтобы больше проводить времени в путешествиях, в поездках. Вот, и с 2015 года я уже фрилансер, продвигаю бренды различных компаний, но в большей части это путешествия, компании, которые занимаются путешествиями и фотографией. Ну и, естественно, у меня к этому времени, к настоящему времени, сейчас уже сформировалась достаточно обширная карьера в области маркетинга, продаж. Этим занимаюсь я на протяжении 25 лет, с 95-го года, поэтому могу что-то рассказать и делиться опытом. Ясно. А вот вы говорите про горы. Я так понял, что у вас какие-то там есть и награды какие-то, есть, как это, квалификации. Вот, можете пару слов сказать об этом? Да, когда я увлеклась альпинизмом, я, как и всегда, стала этим заниматься прям серьезно, углубилась, погрузилась. И у меня второй разряд по альпинизму. Потом я закончила школу инструкторов по альпинизму. Вот, и какое-то время работала даже инструктором в нашем альплагере в Туиксу в Алмате, в нашей спортивной секции, пока я не покинула Казахстан. Это было еще, да, когда вы, получается, работали на обычном своем месте, то есть как хобби, можно сказать, это было. Ну да, сначала я, сначала это было как хобби. То есть я работала на своем обычном месте, маркетологом, аналитиком, ну там всевозможные занятия. Но по выходным я работала инструктором в спортивной секции. Потом постепенно-постепенно я стала все больше и больше брать отпусков на работе, чтобы работать уже инструктором в альплагере, и пока постепенно совсем не ушла из авиации. Я понял. Юля, еще пару слов скажите про себя и фотографии. То есть как вот вы связаны с фотографией, и какой путь вы прошли в этом направлении? Как раз когда я стала заниматься горами, я увлеклась их фотографией, потому что мне хотелось приносить частичку тех мест на землю, потому что не все, ну как я называю на землю, потому что не все поднимаются туда, да, в эти горы, и видят эту красоту. И мне вот хотелось фотографировать и принести это людям вниз, показать, как же там красиво. Сначала я фотографировала пейзажи, потом поняла, что пейзажи это круто, но все-таки хочется, чтобы люди попадали в кадр, потому что вот это уже когда я стала работать инструктором и гидом, то есть я заметила, что люди, когда идут в горы, они очень сильно устают и не могут видеть вокруг себя красоту. Они чаще всего просто идут там, смотрят себе под ноги или в спину впереди идущего, и все. И когда возвращаются домой, и у них все там спрашивают, что вы видели, какой был закат или какой был рассвет, или видели, какой там вид был, они говорят, да вы что, какие виды, мы кое-как дошли. Вот, и мне захотелось им показывать этот мир, и я стала делать первые свои альбомы в путешествиях с ребятами, дарить им их, и прям очень было приятно, когда они говорили, блин, как классно, спасибо, что вы сделали эти фотографии, потому что вы действительно все это не заметили, когда шли. Вот, у меня это прям очень сильно вдохновило, и я стала вовлекаться, стараться делать это все лучше и лучше, обучаться, изучать что-то. Ну, сейчас я уже хочу перейти на постановочную фотографию на природе, такую там, лавстори, свадебные какие-то фотографии, не просто репортажные. Ну, то есть это, получается, будет репортажная, но с элементом постановки. Итак, Юля, пожалуйста, коротко, в двух словах скажите, что такое СММ, каким он был в начале, как развивался, и каковы его тренды сегодня? Так, ну, если смотреть Википедию, определение Википедии, то СММ – это комплекс мер, я прямо сочетаю сейчас, мер, направленный на привлечение трафика на сайт, лендинги, мессенджеры клиентов из соцсетей. Но я для себя сделала несколько другое определение. Это СММ – это комплекс мер, направленный на выстраивание отношения с вашими возможными клиентами. То есть здесь ключевое то, что это выстраивание отношений с вашими клиентами. Как это работает, как это происходит? Вы, вы как личный бренд или бренд компании, создаете какую-то страничку, ваш блог в социальных сетях. Начинаете наполнять ее интересным контентом, полезным, интересным, захватывающим. Со временем начинают подписываться, естественным образом начинают подписываться новые клиенты, либо вы продвигаете свои странички на сторонних ресурсах, и к вам приходят совершенно незнакомые люди, которые, возможно, будут вашими клиентами, но сейчас они просто интересуются вашей темой. Они начинают наблюдать за вами, смотреть, что вы пишете, что вы рассказываете, и у вас вот здесь возникает уникальная возможность, которой раньше не было, презентовать себя как специалиста, как человека, харизматичного со всех сторон. То есть вы можете… Ну вот именно многоглядность, то есть раньше такого не было, когда не было интернета, никогда не было социальных сетей. Для этого просто, ну, очень многого нужно было предпринять мер, там, устраивать какие-то конференции, где-то выступать, чтобы вас как человека, как личность заметили, либо как компанию, да. То сейчас вы можете именно вот не выходя из дома, не выходя из интернета, не выходя из социальных сетей, все это сделать, влюбить в себя людей, как бы сформировать доверие этих людей, и они уже со временем станут вашими покупателями, вот, через какое-то время. Это получается как вот начало СММа, то есть это возможности СММа, то, с чего начинают. Но я так понимаю, что эта тема как-то развивалась, и мне вот хотелось бы понять, что на текущий момент, чем является СММ. Смотрите, на текущий… То есть сама суть СММа, она в принципе не изменилась. Сейчас единственное, что постоянно меняется, прям очень динамично, и вообще просто быстрыми шагами идет. Это инструменты, алгоритмы действия в социальных сетях, СММ, принципы работы, да, какие-то новые тенденции появляются. Вот. А сама суть, в принципе, она такая осталась. То есть с помощью соцсетей вы привлекаете трафик. Трафик, но сейчас уже тенденция идет такая, что, я уже забегаю вперед, то что люди, ну как бы люди уже не хотят верить компаниям, они хотят верить людям, да, каким-то человек, человеческим брендам. И даже компании, большие крупные компании, они даже уже на передовую выставляют своих социальных стих, своих сотрудников. Можно, если наблюдать за какими-то такими крупными, страничками крупных брендов, то можно увидеть, что они вот часто там просят своих сотрудников выступать на конференциях, на каких-то, ну, видеоконференциях я имею в виду. То есть и выкладывают, чтобы люди уже понимали, что за вот этими большими компаниями есть люди. Вот, то есть... Правильно понимаешь, что если раньше СММ это был, скажем так, инструмент каких-то блогеров и каких-то вот частных предпринимателей, то сейчас СММ развился настолько, или, скажем, является настолько мощным инструментом, что его используют и крупные корпорации, и в первую очередь они делают упор именно на человеческом факторе, на своих сотрудниках, и именно вот создание вот этих лиц бренда и их активное протяжение для многих компаний стало как бы ключевым направлением вот в коммуникациях с их клиентами, потенциальными клиентами, с общественностью. Да, именно так, потому что, ну, на самом деле крупные бренды в последнее время приходят в СММ не потому, что им это вот именно только сейчас стало необходимым, на самом деле это было им нужно и раньше, просто они не воспринимали, наверное, инструменты СММ как серьезный инструмент для развития их компании, но сейчас вот именно когда уже с каждым днем, с каждым там месяцем все больше и больше людей уходит в интернет, и сам маркетинг, уже, наверное, весь маркетинг, к которому мы привыкли, к которому мы изучали, классический маркетинг, он весь ушел в интернет, то есть сейчас, ну, других практически инструментов, наверное, уже и не осталось, допустим, раньше, если были там телевидение, еще какие-то листовки, липлеты, листовки, то есть прокритически это сейчас никто не использует, и сейчас такой прям мощный инструмент, это вот как раз интернет и соцсети, потому что именно там сосредоточено огромное количество людей, потенциальных клиентов. А у меня сразу такой вопрос, есть ли действительно серьезные бюджеты, большие компании с красивыми историями, ну, скажем так, с вот этими интересными коммуникационными стратегиями, за которые они там заплатили кучу денег, они воюют за внимание людей вот в социальных сетях, каковы же шансы у, скажем, обычного человека, который просто вот никогда раньше с этим не сталкивался, какие его шансы завоевать какое-то внимание, привлечь своих клиентов, как-то удержать их, как-то начать с ними работать, ведь мы же знаем, помним вот эту вот историю, когда были старые алгоритмы Инстаграма, и все твои фотографии показывались всем твоим подписчикам, а сейчас Инстаграм перестроился, скажем так, на показ рекламы в основном, и только самые крутые, самые интересные фотографии, по мнению других, как бы, пользователей, только они демонстрируются. То же самое, как мне показалось, произошло и в сфере СММ, то есть на самом деле сейчас, ну, как бы, рулят вот эти вот, так называемые профессионалы, и самому человеку, если туда заходить, то это, в принципе, опасно, поскольку он может не учесть какие-то нюансы и просто потратить деньги зазря. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я считаю, что, да, крупные компании вышли, да, в конкуренцию, но я все-таки считаю, что и у обычных людей, ну, как обычных людей, если вы занимаетесь уже чем-то и хотите себя позиционировать в социальных сетях, как профессионал, вы уже, наверное, необычный человек. Понятно, если вы там ведете, как этот блог просто как публикацию своей повседневной жизни, это совсем другое, да, здесь мы уже выходим все-таки как специалисты, как профессионалы, и если вы правильно выстраиваете свою стратегию, вы в любом случае найдете людей, которые будут симпатизировать именно вам. Я еще раз повторяюсь, то есть сейчас люди уже перестали покупать, ну, не то чтобы перестали, но, по крайней мере, все больше и больше стремятся к тому, чтобы покупать у людей, у других таких же людей, таких же, и они даже больше, наверное, верят людям, которые ближе к ним, ближе к ним по духу, по духам, по интересам, по возможностям, и, ну, как бы, получается, что как будто бы они обращаются за помощью к другу, то есть в том-то, вот мое отношение к социальным сетям, это в том, что там как раз выстраивается, как бы, взаимоотношение, как я уже говорила, взаимоотношение с вашими клиентами, потому что сейчас они уже хотят совета от друга, от знакомого, а не от какой-то там непонятной рекламы, и поэтому, если вы такой небольшой специалист, ну, я имею в виду, не то, чтобы небольшой, вы, может быть, вы профессионал, но я имею в виду, вы конкурируете с огромным таким блогером, то у вас однозначно будет все равно какая-то, какой-то пул ваших, именно ваших заинтересованных вами подписчиков. Правильно ли понимаешь, что, в принципе, у любого человека есть как бы своя аудитория, и инстаграм, там, и какие-то другие социальные сети, в принципе, в некотором плане его заинтересованы поддерживать, чтобы он был все-таки вместе с ними, и как-то продвигает его материалы, даже если они не настолько конкурентоспособны, скажем, по сравнению с какими-то серьезными профессионалами, которые достаточно давно на этом, ну, как бы в этом поле работают. Это точно, да. Социальные сети в самом начале, как только вы заводите свои странички, они начинают вас поддерживать, они вам присылают какую-то информацию, там, как вам поддерживать, потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы у них появлялось больше авторов, вот, и они какое-то время вам прям очень хорошую поддержку делают, вот, допустим, даже YouTube, он ваши ролики будет продвигать первое время, пока вы не найдете какую-то массу. То же самое касается и Инстаграма. Facebook, конечно, не такой лояльный, менее лояльный, и, ну, и ВКонтакте тоже. ВКонтакте тоже, кстати, продвигают, потому что они тоже нацелены на то, что все больше и больше авторов появлялось, у них даже есть такой прометей, горячий такой огонечек, если вы прям публикуете интересные посты, свои посты, потому что алгоритмы сейчас очень быстро определяют, ваш это пост, или это где-то вы там скопировали, если вы ВКонтакте публикуете именно свои посты, то он вас потом через какое-то время, прям неделю вам дает, горячего огонечка такого, и прям выкидывает вас вперед в поисковики, и очень поддерживает. Я услышал, это очень интересно. У меня создалось такое ощущение, что достаточно большие группы мошенников работают вот в сфере SMM, люди нацелены исключительно на заработок вот в этом поле, и рекомендуют, ну в смысле приходят всякие сообщения, или там предложения, повысить количество своих подписчиков, там продвинуть свои посты и так далее. Расскажите об этом, пожалуйста, как не попасть на удочку таких мошенников, вот если ты реальный живой человек, у тебя есть какие-то свои продукты, какая-то ценность, которую ты готов предложить своим клиентам, и ты бы хотел, чтобы все-таки, ну ты работал со своими клиентами, с потенциальными клиентами напрямую, и чтобы как можно меньше вот был этот риск, что ты окажешься вовлечен в какую-то такую вот пирамиду, и потратишь просто свои и силы, и деньги. Поняла ваш вопрос. Ну да, действительно очень много мошенников, и они прям вот у меня в Инстаграме, наверное, в день приходят 3-4 сообщения, и мне предлагают там увеличить мою аудиторию, там 5-6 раз, и все такое, и накрутить, и все, ну, и вроде как обещают моментальный результат за там небольшие деньги. На самом деле точно могу сказать, что как только вы получаете предложение, в котором вам обещают, что там буквально за пару дней, за 5-6 дней, там за 3 дня, у вас аудитория, ваших подписчиков там увеличится в разы, достигнет там 5 тысяч, 10 тысяч, это точно развод, потому что, ну, это невозможно на самом деле, если вы не работаете там с очень крупными блогерами, то есть не даете там рекламу очень крупных блогеров, но если вы меня слушаете, значит, вы новичок, и еще вы не работаете с крупными блогерами, вот. А обычно они делают так, то есть вы приглашают вас в какие-то гивэвэи, либо в марафоны, либо какие-то накрутки вам обещают, и потом берут с вас деньги, и в дальнейшем просто вам накручивают каких-то ботов, или арабов, или турков, и это вообще не ваша целевая аудитория, мало того, что она не ваша целевая аудитория, так она еще и губит ваш аккаунт, то есть эти подписчики, они неактивные, они вообще вас не будут лайкать, и для Инстаграма вы станете неинтересным аккаунтом, и он вас просто начнет опускать в фейс, как-то, то есть загубите, в общем, свой аккаунт. Поэтому никогда не ведитесь на все эти предложения, развивать свой аккаунт нужно постепенно, честными всеми белыми методами, за счет контента, за счет естественных способов в повышении активности в своем аккаунте, если будет интересно, я потом еще об этом расскажу, какие нужно использовать инструменты для повышения активности, вот, вот. Просто настроитесь на длительную, целенаправленную, интересную работу, все-таки это же интересно общаться, создавать какой-то контент, создавать какие-то интересные вещи для людей, и общаться со своими потребителями. Я думаю, что это очень даже классно. Правильно ли я услышу, что если вы хотите быть обмануты, вас обязательно обманут, что если вы ждете какую-то волшебную такую таблетку, которая моментом привлечет к вам море внимания, и, соответственно, это может перевестись в ваши конкретные заказы, в интерес к вашим услугам, вашим продуктам, то тогда наверняка кто-то вам это предложит. Другой вопрос, что очень, ну, вряд ли такое произойдет, то есть вы можете заплатить деньги, вы можете повестись на это, но как раз-таки очень высока вероятность того, что это вы просто потеряете свои деньги и свое время, которое от вас там просят. Правильно ли я понимаю? Правильно, да. Совершенно верно. Мало того, что вы потеряете деньги, время, вы еще и загубите свою работу. Вот я, допустим, свой аккаунт, в Инстаграме там всего 3000 подписчиков, я его развиваю только белыми методами, и вот уже второй год я этим занимаюсь регулярно, что-то почву, и на самом деле много внимания уделяю своим аккаунтам, вот, и все идет очень постепенно и таким эволюционным путем. Никаких там революционных путей в Инстаграме пока не может быть. Ну, пока вы в самом начале. Еще раз говорю, когда вы дорастете до какого-то уровня и сможете финансировать продвижение у блогеров, и этих блогеров нужно будет очень внимательно выбирать, тогда вы сможете уже наращивать большую аудиторию, ну, большими такими темпами. А пока это будет медленно-медленно-медленно идти. Вы сказали про Инстаграм, про Ютуб, про Фейсбук. Расскажите немножко про соцсети, какими преимуществами они обладают именно вот для фотографов, и с чем это связано? Все эти соцсети, в каждом из них есть какие-то преимущества, все зависит от того, где находится ваша аудитория, которую вы хотите привлечь. И вот у каждой соцсети есть некоторые характеристики по аудитории, допустим, ну, грубо говоря, допустим, ВКонтакте, это более такая молодежная аудитория, и в основном, которая находится в России, потому что ВКонтакте очень популярен в России прям. Вот, и вот даже я со своим брендом, с которым я работаю, эта компания находится на Украине, но они очень активно ведут страницу именно ВКонтакте, потому что вся их аудитория находится в России. Вот. Потом Фейсбук это такая более старшая аудитория, более деловая, поэтому если вы хотите там, ну, ориентироваться на каких-то бизнесменов, допустим, вы делаете портреты, бизнес-портреты, то вам лучше быть в Фейсбуке. Инстаграм это универсальная соцсеть, потому что сейчас там с каждым годом все больше появляется разных аудиторий, и туда же опять приходит и взрослая аудитория. То есть поэтому, поэтому Инстаграм прям, прям стоит развивать, это, еще раз повторю, это универсальная соцсеть, и обычно начинают, ну, лучше начать с нее, а потом уже определиться в других нескольких соцсетях. Кстати, сейчас еще есть тенденция появилась, блогер выбирает, блогер или там личный бренд, он выбирает одну основную соцсеть и прям вот погружается в нее. Остальные соцсети, он просто их как бы зеркально развивается, скидывает туда контент, и это, в принципе, хорошая тенденция и хорошая стратегия, потому что тогда вы можете прям все силы вкладывать в одну вещь, они распылятся там на многие какие-то соцсети. Вот, еще... Вот хороший вопрос сразу у меня, я вот, вы говорите про размещение контента сразу в нескольких соцсетях, я вот знаю, что программы размещают посты одновременно в нескольких соцсетях. В Инстаграме мы все знаем, что можно делать сразу репосты в Facebook, Twitter, в Одноклассники, раньше было ВКонтакте, тоже принимал, сейчас уже этого нету. А вот что вы можете сказать насчет вот этих вот программ? Они, как правило, я знаю, что платные. Есть ли какие-то хорошие решения, которые не отслеживаются самими соцсетями, ведь они же тоже заинтересованы в том, чтобы информация приходила оригинально, что как будто бы человек ручками забивал эти все посты. Я так подозреваю, что многие из них это отслеживают. То есть, есть ли те программы, которые позволяют создавать ощущение, что у тебя идут посты руками, и в то же время, чтобы эти программы либо были бесплатными, либо недорогими? В Facebook и в Instagram сейчас уже появился внутри встроенный такой паблишер, то есть, вы можете сразу и прямо из Facebook публиковать в Instagram, то есть, одновременно. Но я, допустим, пользуюсь SMM-пленнером, это такой онлайн-ресурс, где вы можете размещать свои посты сразу в ВКонтакте, в Facebook, в Instagram и в Telegram вы можете также размещать. Вот, пока он еще одобрен и всеми соцсетями, и никаких банов с его стороны нет. То есть, можно, в принципе, им пользоваться, и мы в своей работе, в агентствах используем именно SMM-пленнер. Но есть и другие, вот. Так как я пользуюсь этим, могу только о нем сказать. Ну, давайте немножко в конкретике. Можете помочь? Вот я стал изучать вопрос SMM-а, и для меня там, ну, как бы, несколько пунктов всплыли, на которые смог ответить, найти ответы. В частности, потому что я знаю маркетинг и развивал свой собственный бренд, и для меня это, как бы, ну, какие-то вопросы достаточно понятные и ясные. Но вот некоторые моменты я бы хотел узнать от вас, как от профессионала. Расскажите немножко про триггеры. Вот это очень популярное слово, и у меня такое ощущение, что те люди, которые знают, какими словами, какими образами можно пользоваться при размещении с моего контента, они сразу получают серьезное преимущество над теми, кто этим не владеет. Существуют ли какие-то таблицы, какие-то базы данных, какие-то хорошие примеры, которые вот могут помочь фотографам? Ну, к сожалению, сразу отвечу, что таких баз, каких-то там инструкций нет. Приходится наблюдать, смотреть за тем, как ведут себя конкуренты. Есть прям специальная программа, ну, у меня, я пользуюсь одной программкой, потом вам ее скину. Там можно смотреть, как ваши конкуренты, какие посты размещали, какие рекламные слова использовали. Вот, вы можете наблюдать за этим, смотреть, как их аудитория реагировала, там, в комментариях, в лайках, вот, в общем, каким-то образом анализировать и выявлять эти триггеры, а так, чтобы кто-то вам конкретно сказал, что вот ваша аудитория, вот ваша ниша, и вот используйте только такие слова. Такого нет. К сожалению, нужно все экспериментировать, анализировать, смотреть на профессиональных форумах. Только так. В формировании продукта личный бренд, который мы вместе с вами запускаем, приняли такие условия, что человеку необходимо понять, кем он является для его потенциальной аудитории, для его потенциальных клиентов, сформулировать какие-то свои понятные качества, какие-то ценности, и также продумать то, какой продукт конкретно будет предлагать этой аудитории, и уже когда есть вот эта вот конкретика, отталкиваясь от нее, формировать свои сообщения. Подскажите, пожалуйста, вот какие, скажем, как наиболее простым путем, как наиболее легко пройти этот путь, ведь на самом деле там есть масса нюансов, и многие люди, просто им тяжело просто взять, так вот, из чистого листа, написать, допустим, список ценностей, которые бы его, стали бы его олицетворением в соцсетях. Помогите, пожалуйста, советом, что вы можете посоветовать фотографам, которые только начинают вот этот вот путь развития своего личного бренда. Я могу рассказать, какой путь я проходила, я думаю, что это поможет и начинающим тоже. То есть в самом начале, когда вы только-только-только начинаете заниматься своим брендом личным, вам вообще еще ничего не понятно, вы вообще не знаете, кто вы, зачем вы будете вообще вести эти соцсети, ну, зачем, конечно, понятно, но я имею в виду, вот такие вот стратегические вопросы вам настолько непонятны, что они вас даже немного пугают, и вы не хотите делать первые шаги. То есть я думаю, что нужно просто начать делать. То есть вы, вы создаете страницы в соцсетях, начинаете писать про интересующие вас темы, которые вас реально затрагивают, которые вас реально интересуют. И постепенно-постепенно в период действия у вас это все выкристаллизовывается. Вот, допустим, у меня, когда я начинала вести свой блог про путешествия, я еще не понимала вообще, о чем я буду писать, и вообще как это будет происходить, и как я себя буду позиционировать. Я просто ходила в горы, выкладывала фотографии, говорила, что вот каждый выходной я хожу в горы, и вот выкладываю фотографии. Потом началась работа инструктора, я стала делиться опытом, что-то изучать и делиться опытом. Потом пришло понимание, что я хочу заниматься организацией путешествий, я стала выкладывать информацию, что я вот организую путешествия и по разным там странам и так далее. И после первых проведенных своих путешествий я поняла, в какую сторону я дальше хочу двигаться. То есть я уже не хочу организовывать походы для людей, которые относятся к горам как к стадиону, где они там достигают каких-то результатов, спортивных я имею в виду. И мне хочется общаться с людьми творческими, вводить людей в творчество, фотографировать с ними, снимать для видеоблога что-то. И вот сейчас я постепенно-постепенно сдвигаюсь в эту сторону и понимаю, что вот моё позиционирование такое, что я человек, который вводит в горы, но для того, чтобы наслаждаться там красотой, снимать видео, снимать фото, общаться, но не бегать там от вершины до вершины. Вот это понимание у меня прошло там через два года после того, как я завела блог. Ну, я думаю, что вам стоит всё-таки уже сейчас подумать про свои какие-то стратегические моменты, но не зацикливаться на них. То есть всё равно в ходе движения вы будете корректировать себя, корректировать своё направление, корректировать, понимать, что вам ближе, что вам нравится, и таким образом в конце концов придёте к своему позиционированию. Я думаю, что и моё позиционирование, оно будет дальше развиваться, и не могу сказать, что будет там через пять лет, может быть, я совсем другим стану. Я понимаю, что вы прошли большой путь, и у вас есть опыт, которым вы готовы поделиться, но я так думаю, что сам по себе продукт, личный бренд, он будет интересен тем людям, которые хотели бы сделать это значительно быстрее, и, может быть, с минимальным количеством ошибок. Как вы думаете, а вот попытка изучить лучшие примеры людей, которые уже работают, ну, примерно как будто бы с твоей аудиторией, может быть, в других городах, в других странах, изучить, найти какие-то классные, красивые решения, описать, и, может быть, посоветоваться с профессионалами, ну, насколько это удачно, может быть, какие-то нюансы, какие-то моменты можно сразу поправить, какие-то принять сразу более точные решения. Вот этот путь, насколько вы думаете, он правильный, насколько это действительно может помочь вот тем людям, которые начинают? Да, совершенно с вами согласна. Такой путь ускорит, ускорит ваше продвижение. Ну, это то же самое, как фотографии, то есть мы находим референс и к нему движемся, да, и это, конечно же, сокращает наш путь в развитии. Также и здесь вы находите референс, который вам нравится, и анализируете, как он себя, как он работает, как он позиционирует и идете к этому потихонечку, может быть, быстрее, может быть, медленно, но идете к своей цели. Вот. Да, согласна. Согласна. То есть нужно взять референс, просто референс уже в продвижении, не фотографии, а именно в продвижении. Действительно, вопрос референса очень важен и действительно, наверное, стоит нам всем найти как минимум одного-двух специалистов, которые активно работают со своими аудиториями и понять, как они это делают сейчас и что они делали, скажем, до этого. Вот еще один вопрос относительно боли клиента. Это сейчас очень популярная тема, что хорошо бы мне понять, чего конкретно хочет мой клиент, что у него, скажем так, болит, и уже сформировать как свой продукт для того, чтобы эта боль как бы была закрыта, чтобы у него перестало это болеть. И, может быть, каким-то образом через, действительно, мои послания, через мою активность в социальных сетях и донести, что именно я тот самый человек, который ему нужен. А как вы можете помочь людям, которые, ну, скажем так, не имеют прямого доступа вот к той аудитории, на которую они себя как бы ориентируют, не могут просто позвонить, сказать, что у тебя болит, какие у тебя проблемы. Как вы можете предложить людям вот эти вот боли раскопать, узнать, найти то, что болит у их потенциальных клиентов? Мы обычно начинаем их выявлять, ну, если попадает такой человек или компания, у которых вообще действительно нет вообще никакого опыта взаимодействия с клиентами, со своими, мы тогда стараемся найти эти вопросы и боли, да, каких-то тематических. Ну, что такое боли, да? Боли это те вопросы, которые он вам и будет задавать клиенту, то есть, это не те вопросы, которые вы зададите клиенту, потому что, если вы будете ему задавать, ну, какая у тебя боль, чего ты боишься, что ты там, он тебе не ответит, потому что, я несколько раз это пыталась сделать, я прям брала своего там, ну, это был у меня эксперимент, я садила перед собой и говорила, вот, ты хочешь нанять там гида, чего ты боишься? Не знаем, да? Тут нужно немножко по-другому подходить, они вам обычно сами задают эти вопросы клиенты, они начинают говорить там, а мы будем быстро идти, а мы будем там останавливаться, а мы будем фотографировать, то есть, ну, какие-то они вопросы подсказывающие вам дают, вот, но если же у вас нет вообще там никаких клиентов, которые вам уже задавали вопрос, вы можете просто посмотреть, какие вопросы задают ваших конкурентов на их страничках, просто посмотреть, где они публикуют рекламу своих услуг, ну, как-то продвигают, и просто читать, читать их комментарии и смотреть, какие вопросы задают им, вот, и эти вопросы потом превращать в ответы, в ответы в ваших рекламных сообщениях, в ваших там постах, смотреть, как другие взаимодействуют и смотреть, как ваши же конкуренты решают эти проблемы. Вернемся к референсу, то есть, до этого вы выбрали референс, который вам нравится, как он себя позиционирует, и это, я думаю, что это будет достаточно крупный блогер в вашей сфере, да, и, скорее всего, он уже проработал все эти вопросы про боли, про страхи, про мечты, и, читая его посты, вы сможете понять, какие еще, ну, какие есть в вашей аудитории проблемы, которые вы можете также решать, но я не, не призываю вас просто копировать, там, плагиатить, нет, это то же самое, как вот в книге, да, кради как художник, вы просто идеи смотрите, но уже перерабатываете их через себя и выпускаете материал, который будет затрагивать уже ваших, ваших конкретных потребителей. Есть действительно очень популярные блогеры, которые нацелены на то, чтобы зарабатывать за счет продукт-плейсмента, за счет вообще своего аккаунта и размещения каких-то постов про каких-то своих партнеров либо клиентов. Существуют блогеры второго направления, так скажем, которые предлагают свои какие-то услуги, связанные, скажем, с обучением, с образованием и связанные, скажем, с тем, ну, что они могут предложить фотографам, другим фотографам. И третья категория вот тех, на кого мы можем найти, это как раз фотографы-блогеры, которые, ну, в смысле, не фотографы-блогеры, а именно профессиональные фотографы, которые также профессионально ведут свои соцсети, но которые ориентированы именно на конечных клиентов, для которых они фотографируют, и, соответственно, их послание, их, скажем так, вот эта вот SMM-стратегия, она в корне отличается от того, что делают предыдущие две. Что вы на это скажете? Те блогеры, которые ориентированы на размещение рекламы и каких-то других таких услуг, они, да, немножко от вас отходят, ну, от блогеров-фотографов, но я думаю, что вот блогеры, которые предлагают свои услуги, они все-таки перекликаются. Естественно, это не будет прям 100% попадание, придется подумать, перевожить на себя и потом уже выдать результат. Допустим, я наблюдаю за Дамиром Халиловым, да, Дамир Халилов, он вообще никакого отношения к фотографии не имеет, вот, он продвигает свои услуги как SMM-специалиста, как профессионала, но его посты наталкивают меня часто на идеи, как мне использовать те же самые тематики, но уже в фотографии. Допустим, он пишет там, как выбрать SMM-специалиста, как выбрать агентство и дает какой-то инструментарий. Но я могу перестроить это и переложить на то, как выбрать, там, написать пост про то, как выбрать невесте фотографа, как выбрать там бизнесмену фотографа для бизнес-портрета. вы видите, какие вопросы он освещает и анализируете, подходят ли они вам, и оттуда тоже можно черпать идеи. Потому что, к сожалению, я вот сколько наблюдаю за интернет-аудиторией фотографов, я не могу прям очень много выделить таких фотографов, которые себя очень хорошо позиционируют и хорошо продвигают в интернете. То, по крайней мере, на рынке Казахстана, на рынке России их вообще единицы. Вот я наблюдаю за некоторыми американскими фотографами, блогерами. Там, да, там есть примеры, но они больше в Ютубе тоже развиваются. Больше в Ютубе развиваются, и вот я за ними наблюдаю. У нас это всего там Стахова, Буланов, кого я могу видеть. Я услышал, что на самом деле может быть лучше использовать даже специалистов не из твоей области, даже не из фотографии, а наиболее эффективным референсом могут оказаться люди, которые предоставляют услуги в совсем других сферах, так, допустим, как в кулинарии, в том же тревеле. Ну, то есть, есть области, которые в СММ продвинулись очень далеко, и, может быть, опыт лучших представителей этих сфер, он может быть более эффективен, более полезен, нежели, чем простое копирование СММ-стратегии какого-то фотографа. совершенно верно. Даже вот некоторые известные фотографы, да, они как бы рекомендуют вдохновляться и учиться, и искать идеи не у фотографов, а у каких-то других, в других каких-то вещах, там, в искусстве, в литературе. Так же и здесь. То есть, если вы будете прям напрямую копировать, то, возможно, вы будете просто медленно двигаться. Не могу сказать, что ничего не получится, просто будете медленно двигаться, поэтому нужно вдохновляться в других местах. К тому же, я еще раз повторяю, то есть, у нас нету особо таких примеров, у кого бы могли учиться, вот, поэтому нужно смотреть в другую сторону. Очень много, вот именно у тревел-блогеров, потому что тревел-блогеры тоже много вопросов таких вот более освещают, и вы просто смотрите их тематики и перекладываете их на себя, и это может подсказать вам. Давайте попробуем какой-то список SMM-идолов привести под этим видео, чтобы люди зашли и посмотрели, и он будет состоять как из фотографов, так и из людей, к которым, в принципе, фотографам стоило бы присмотреться, чтобы понять, как сформулировать их SMM-стратегию. Как вам такое предложение? Да, все важно, я смогу привести тех блогеров, за которыми я наблюдаю в разных тематиках. Еще раз скажу, что сейчас прям вот остро выходит на первый план стратегии, когда блогер берет какую-то социальную сеть и в ней он становится профессионалом. Поэтому многие блогеры, которых я вам приведу, они, может быть, там, непопулярны в Инстаграме, но зато они очень крутые в Ютубе. Или наоборот, они там крутые в Инстаграме, но они не очень популярны в Ютубе. То есть вот именно чтобы были развиты во всех соцсетях, таких, я думаю, вообще единицы. Юль, я предлагаю, может быть, вы покажете то, как стоило бы настраивать свой Инстаграм-аккаунт, ну, раз мы говорим про Инстаграм, на примере какого-то все-таки хорошего фотографа, все-таки, чтобы недалеко ходить, а именно покажете, какие решения он принимал по поводу того, что показывать в актуальном, какой у него все-таки контент-план, что после чего он публикует, как реально это все выглядит на его странице после публикации, что он написал в профиле, ссылку на что он дал. И вот эту вот информацию, просто вот небольшое такое препарирование какого-то одного из Инстаграм-аккаунтов, я думаю, что это очень может помочь нашим, как бы, нашим зрителям. Что скажете? Окей. Ну, я думаю, на этом мы будем закругляться. Единственное, что у меня еще буквально два маленьких вопроса, которые я бы хотел, чтобы сегодня у нас попали в наш эфир. Можете в двух словах буквально сказать, вот какие сейчас наиболее эффективные SMM-акции, то есть, что вы можете предложить и чем, в чем как бы их эффективность. Буквально в двух словах. Ну, прям вот акции не могу вам перечислить, какие популярные, потому что, ну, на самом деле, волшебной таблетки действительно нет. То есть, я не могу вам сказать, вот это вот, вот это делайте эту акцию и будет вам успех. Нет, такого нет. Вот, экспериментировать нужно в своей области, со своими потребителями, со своим аккаунтом. Единственное направление, которое действительно сейчас популярно и которое действительно, и которому я придерживаюсь и которое мне очень нравится, это развитие чат-ботов. Чат-ботов во всех социальных сетях и в мессенджерах. Вот это действительно классная штука и как инструмент вот эти чат-боты и воронки продаж выстраиваемые с помощью чат-бота действительно классный инструмент и он действительно работает. Вы настраиваете внутри каждой сети такого маленького бота, который и программируете его. Дальше, когда потребитель попадает к вам в этот чат-бот, он уже потом не уходит. То есть, его чат-бот постоянно тут в зависимости от того, как вы его запрограммировали, он будет ему напоминать, присылать какую-то полезную информацию, постоянно ему что-то публиковать, но то, что именно то, что вы запрограммируете. И таким образом, в конце концов, он его дожмет, так сказать, и он станет вашим потребителем. Это что-то вроде автоматизированного отдела продаж. Вот если раньше помните, когда отделы продажи были, мы садили там пять менеджеров по продаже, и они должны были там через каждые три дня звонить клиенту или писать его и говорить там, а как у вас дела, там, есть ли у вас какие-то вопросы, то здесь эту работу выполняет уже вот этот маленький чат-бот. Я так подозреваю, что на каком-то этапе мы все сталкивались с такими чат-ботами и у нас в основном как у людей-потребителей в общем-то негативный опыт использования. Вы хотите сказать, что сейчас эти штуки вышли на какой-то новый уровень и вообще их достаточно сложно отличить от людей, это как искусственный интеллект. Да, это как больше как искусственный интеллект, но опять же это не те чат-боты, с которыми мы там сталкиваемся, которые нам говорят, что ваш звонок очень важен для нас, там, и мы через какое-то время с вами свяжемся. Нет, это совсем другое, это в мессенджере просто приходит тебе в личку выдавление, там, то, что вы напишете, то и будет приходить, допустим, вы пишете там, привет, как у тебя дела, там, ты еще не придумал, как тебе провести, там, выходные, вот, у нас там столько-то идей, там, человек через какое-то время, он ему пишет, да, классно, как ты провел там выходные, а у нас вот для тебя там есть что-то еще, то, что вы запрограммируете, так и будет говорить ваш чат-бот. Ну, в России это очень популярно, нет, на самом деле сразу оговорюсь, что программировать своего бота так, чтобы было понятно, что там это вы говорите, не стоит, то есть люди должны понимать, что это все-таки бот, что это ваш помощник, потому что, если они, они реально почувствуют, что это был неживой человек, какие-то вопросы начнут ему задавать, и он там посыпется, и это вызовет негатив, поэтому обманывать точно не надо. Ну, и последний вопрос перед вот этой нашей демонстрацией, которую мы запланировали, все-таки по поводу адвокатов бренда, я так подозреваю, что в области СММа это какие-то серьезные раскрученные блогеры, но может быть вы расскажете, как фотограф может найти людей, которые бы советовали, реально советовали, не с помощью каких-то, ну, скажем так, виртуальных вещей, не через даже соцсети, а может быть, даже напрямую своим друзьям блоги и продукты, чтобы люди эти защищали твой бренд, где таких людей найти, как с ними выстроить отношения? Ну, я могу говорить только про социальные сети, вот, потому что оффлайн вы уже рассказывали как-то, как их находить, я могу вам сказать про социальные сети, вот как раз в этом и помогает личное построение личного бренда, вы начинаете развиваться, у вас появляются ваши подписчики, которые вам там, которые вам, ну, как бы ваши фанаты, которые за вами наблюдают, и возможно, они даже не будут никогда вашими клиентами, но они будут вас рекомендовать, потому что им будет казаться, что вот вы их друг, вы хороший профессионал, потому что они это видят в соцсетях, и они в любой момент вас могут уже рекомендовать своим друзьям, и это очень классно, когда тоже сарафан на радио происходит, вот адвокат как раз бренда. То есть правильно понимаешь, что на самом деле аудитория, с которой мы взаимодействуем, не всегда состоит из наших потенциальных клиентов, то есть не из тех, кто, не всегда это только те люди, которые могут что-то заказать, но это и те люди, которые, ну скажем так, могут советовать к нам обратиться, могут нас рекомендовать, и может быть сами они никогда даже не станут нашими клиентами, но по крайней мере они повлияют на положительное принятие решений, или даже хотя бы на идею того, что в принципе есть такой фотограф, и есть вот такие его услуги. Да, абсолютно верно. Из моего опыта у меня на моей страничке в инстаграме есть подписчики, это там пенсионерки, домохозяйки, какие-то женщины, которые очень активны у меня на страничке, они там мне пишут в личку, я им нравлюсь, вот они как бы мои фанаты, и вот они мне несколько клиентов приводили для моих походов, то есть они отправляли там своих родственников, каких-то друзей своих, то есть когда у тех возникал вопрос вообще с кем отправиться там к Авересту или там куда-то в другое место, они вот советовали, говорю, вот у нас там есть Юлечка такая хорошая в инстаграме, ведет так все хорошо, вот мы вам советуем к ней пойти, хотя я их ни разу не видела, этих женщин, я даже не могу сказать, где они живут, вот, но они меня читают, я им нравлюсь, я так периодически с ними переписываюсь, поддерживаю отношения. Я хочу как-то аналогию еще провести, то есть получается, что твоя СММ-стратегия в некотором смысле должна создать у человека ощущение того, что он не просто читает твои соцсети, он смотрит какой-то сериал про твою жизнь, про то, как ты работаешь, как ты общаешься в соцсетях, с фанатами, с подписчиками, с своими реальными клиентами, и в каком-то смысле у него возникает желание как бы поучаствовать в этом твоем сериале, что-то предпринять, чем-то помочь, замолвить какое-то словечко, и если действительно у тебя такой полезный, позитивный, интересный сериал, то тогда и появляются у тебя вот эти вот позитивные, хорошие адвокаты бренда. Да, более того, им иногда кажется, что они не только там наблюдают за вашим сериалом, смотрят его, им даже иногда кажется, что они в нем участвуют, потому что они прям искренне начинают вживаться в ваши проблемы, если вы действительно там, ну, искренне ведете и действительно все рассказываете, как у вас происходит в жизни, и какой вы профессионал, чему вы учитесь, то они прям действительно начинают вовлекаться и что-то советуют, что-то переживают за вас, ну, прям очень близко к сердцу все воспринимают, и естественно, когда вы начинаете искать себе клиентов, они тоже вовлекаются и тоже начинают помогать вам. Ну, супер. Вот мы вернулись к самому началу, я вам говорила, что социальные сети сейчас это инструмент именно выстраивания взаимоотношений с потребителем, ну, с клиентом, с вашими подписчиками, и насколько вы хорошо это выстроите, насколько это будет близко, насколько это будет прям так, как будто вы общаетесь с друзьями, настолько это хорошо потом сработает для вас, то есть у вас появятся адвокаты брендов, у вас появятся люди, которые очень лояльны к вам и которые только там будут фотографироваться только у вас и только пойдут в поход только там с вами. Я, как услышал, тоже хочу подрезюмировать, то есть у меня возникло ощущение, что действительно сейчас достаточно быть реально интересным, хорошим, ну, скажем так, позитивным человеком, проецировать это через свои соцсети и к тебе действительно потянутся люди и захотят как-то с тобой соприкоснуться. То есть для них это будет либо, ну, скажем, участие в решении твоих вопросов, в поиске клиентов или еще какие-то может быть акции, распространение знаний о тебе, либо это действительно будут реальные твои клиенты, подписчики, не захотят что-то у тебя купить, купить твои фотографии, может быть, уже снятые когда-то тобой, может быть, воспользоваться твоими услугами, заказать тебе какие-то специализированные фотосессии или поучаствовать в каких-то фотопроектах. Ну, тут есть и вторая сторона медали, я так понимаю, что если у тебя нету этого, если ты все это надуманно, то есть, если ты не являешься таким человеком, то это соцсети тоже точно так же и будут проецировать. А если ты планируешь демонстрировать всем свои лучшие качества, то как раз ты получаешь поддержку от социальных сетей и это работает. Так ли это? Совершенно верно. И главное в соцсетях быть искренним, прям искренним, честным по отношению к себе, к потребителям. Прям не бойтесь, даже если вы еще не профессионал, вы только проходите этот путь, вы рассказываете, рассказывайте про то, как вы проходите. Если, допустим, вы новичок фотографии и вот только-только изучаете свет или там что-то такое, прям рассказываете, рассказываете, что вот я сегодня освоил такой урок и идите потихонечку-потихонечку рассказываете. Это прям подкупает людей, они, во-первых, у вас на этом уровне появится все равно ваша аудитория, которая захочет купить ваш продукт, все равно будет, потому что для каждого этапа есть свои клиенты. Но в то же время и искренность, искренность, с которой вы демонстрируете себя, то есть она подкупает и люди больше будут вам доверять. Ну, сейчас самое главное уже доверие. Да, 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 мы как раз об этом говорили на предыдущем вебинаре. Юль, я еще хочу обратиться к тем, кто нас смотрит. Первый раз мы показываем этот эфир в среду на вебинаре, и Юля прямо сейчас находится здесь в чате, можете задать какие-то вопросы. А также я всех хочу пригласить на наш общий продукт, называется он личный бренд, его описание также вот есть у вас. В принципе, вместе с Юлей мы сможем вам помочь сформулировать вам ваш бренд и также запустить вашу первую рекламу. Ну что ж, Юль, тогда я прощаюсь с вами, давайте посмотрим вашу запись про препарации одного из лидеров от СММ. Расскажите нам, пожалуйста, о том, как он это делает. Отлично, все, тогда я готовлюсь. Давайте с удовольствием посмотрю, что вы приготовили. Итак, друзья, сейчас на примере аккаунта Демира Халилова, гуру по социал-медиа-маркетингу в Москве и на территории СНГ вообще, я вам покажу, как должен быть оформлен профиль в Инстаграм. Итак, здесь ключевые моменты у нас, название, фотография профиля, био, ссылка, активно актуальные, оформление самой ленты и контент, контент, который вы выкладываете в своей соцсети. Итак, название. Это профиль личного бренда, поэтому здесь все просто. Имя, фамилия. Если вы тоже продвигаете себя, вам точно так же нужно сделать, потому что ваша фамилия, имя – это лучшее название для вашего бренда. Фотография. Фотография должна быть крупное лицо, открытое, улыбающееся, располагающее к общению, хорошего качества. У Дамира здесь рисунок, но вы, как фотограф, должны понимать, что это важный элемент для вас, так как по нему могут судить о вашем профессионализме. Поэтому задумайтесь, возможно, возьмите какую-то услугу у вашего друга и сделайте себе один хороший портрет. Часто ее менять не надо, желательно просто сфотографироваться и оставить ее до следующей смены в паспорте фотографии. Все, она у вас есть, так как люди запоминают ее и по этой фотографии будут вас потом еще искать в ленте. Так что часто ее менять не надо. Так, переходим к этому полю. У Дамира здесь написано Дамир Халилов, но я рекомендую здесь писать то, чем вы занимаетесь, потому что это поле индексируется во-первых в поисковике и именно по этому названию вас возможно будут искать в поисковике соцсети и делать запросы и вас просто будут выбрасывать. Для того, чтобы как-то сузить поиск, вам желательно здесь также указать более узко, допустим, фотограф в Алма-Ате, свадебный фотограф в Алма-Ате, фотограф в Москве, портретный фотограф в Москве. Но здесь мы ограничены в количестве знаков, поэтому много написать не получится. Следующие строки очень важные. Здесь мы указываем то, что мы хотим, чтобы о нас знали люди, которые заходят на нашу страничку. Важно понимать, что именно по этой информации они будут определять, интересно вы им или нет, и чем вы занимаетесь, чем вы занимаетесь, о чем ваш профиль. Все, вот он за 5 секунд считал эту информацию и решает для себя, стоит ему остаться на вашей страничке или нет, или уйти дальше. Должен просто, вот как только зашел, посмотрел, все, ему сразу должно быть понятно, кто вы, зачем вы и кем вы работаете. А еще здесь запомните, что показываются только первые 11 знаков, остальные скрыты, пока человек не нажмет далее. Поэтому вот в первой строке указывайте максимально важную информацию. Для Дамира это вот соучал-медиа-маркетер. 13 лет его такое основное достижение, что он 13 лет работает в этой сфере. Опять же про цифры. Цифры, даты очень важно размещать в био, потому что именно эти вещи позволяют сформировать большее доверие к вам, к вашему бренду. Дальше клик. Здесь мы указываем ссылку на ваш сайт, если у вас есть сайт, либо на ресурс, который позволяет вставлять в Инстаграм несколько ссылок. Вот у Дамира здесь будет у нас его сайт. Если мы посмотрим на мой аккаунт, я вам сейчас покажу, тут я использую ресурс Теплинк. У меня здесь такая некая площадка для размещения моих самых основных ссылок. Здесь я вставила видео знакомства, здесь ссылки на мои туры, ссылки на мои аккаунты по продвижению, ссылки на мои личные профили и там Телеграм-канал, какое-то небольшое портфолио. Все так аккуратно размещается и позволяет человеку больше обо мне узнать, не выходя из Инстаграма. Тоже рекомендую вам воспользоваться этим ресурсом. Очень просто и он бесплатный. Теперь приходим к актуальным. Актуально это важная часть вашего профиля, именно эта часть является как бы навигатором в вашем аккаунте. Поэтому здесь рекомендую все хорошо продумать. Обычно размещают пять таких значков актуальных, потому что именно пять видны, когда открывается аккаунт, но может быть больше. я рекомендую обязательно указывать обо мне отзывы для фотографа портфолио. Также здесь и здесь могут быть произвольные ссылки, которые вы считаете важными. Календарь я здесь еще указываю, календарь моих путешествий и портфолио обо мне, отзывы, как здесь есть. Здесь книги, которые я читаю и здесь я какие-то рекомендации по тому, как снимать, собираю здесь в одном месте. Важно, чтобы эти закрывашки были красиво оформлены, потому что они формируют визуальное представление вашей странички, поэтому уделите этому времени, возможно, закажите их у дизайнера, они стоят там 200 рублей, чтобы вам дизайнер все так в одном стиле оформил. Я рекомендую здесь внутри размещать значки, у Дамира здесь текст, но я все-таки рекомендую значки, вот видите, у меня сразу понятно календарь, портфолио, обо мне человечек, отзывы. Мне кажется, так намного понятнее. Так, теперь переходим к ленте. Лента должна задержать хорошие фотографии, видите, у Дамира очень хорошие фотографии, он об этом думает, несмотря на то, что он не фотограф, он постоянно заказывает фотосессии, у него есть свой личный, как он говорит, арт-фотограф, который ему все эти концепции придумывает, и они вместе с ним их реализовывают. Однако, очень приятно смотреть, и мне прям очень не нравится. У вас тоже должно все так аккуратненько быть оформлено, и также можно здесь публиковать видео, тоже хорошего качества. Теперь переходим к постам, а нет, давайте вернемся к фотографиям, вы как фотографы, я скорее всего думаю, вы будете указывать фолио вашей работы, но не забывайте о том, что вы должны еще и публиковать свои личные фотографии, это очень важно, потому что человек, подписчик, он должен знать, как вы выглядите, кроме того, что он должен знать, как вы выглядите, он должен знать еще, как вы звучите, как вы разговариваете, какая у вас мимика, насколько вы харизматичны, и только в этом случае он сможет вас запомнить, вот сами себе в голове прокрутите какие-то образы тех блогеров, которых вы, возможно, за которыми вы наблюдаете, если этот блогер ведет только в том стиле, что у него только картинки, такие бездушные картинки, только портфолио, то вы вряд ли его сразу вспомните, но если же вы читаете какого-то блогера, который задействует все сферы нашего восприятия, это и визуально, и слуховую, и контактную какую-то информацию, то вы его быстрее запомните, вам это и нужно, потому что вы хотите, чтобы ваш образ сразу же возникал, как только у человека возникает необходимость вашей услуги, поэтому публикуйте разные форматы, разные форматы, это и видео, ваши видео, личные ваши видео, ваши личные фотографии и ваши работы, теперь переходим к содержанию контента, желательно публиковать 4 вида контента, это полезный контент, который реально дает пользу вашим подписчикам, это развлекательный контент, его может быть немного, но вы должны добавлять его, чтобы ваш профиль не казался таким скучным, нудным, так как все равно наши подписчики приходят в инстаграм развлекаться, и нужно их развлекать. Потом продающий контент, но хочу сказать, что продавать в лоб сейчас уже не стоит, никто это так не делает, нужно завуалировать свою продажу, вы рассказываете что-то, публикуете отзыв, допустим, вы провели свадебную фотосессию и хотите продать следующую свадебную фотосессию, берете отзыв у пары, публикуете его и в конце пишете о том, что вы оказываете такие услуги, либо вы рассказываете как выбрать невесте платье и в конце пишете, что вы продаете такие фотосессии. В общем, в лоб нельзя, нужно как-то аккуратно, мягко рассказывать и продавать свои услуги. Должен быть контент ваш личный, личный о вашей семье, о ваших друзьях, о вашем хобби, о вашем времяпровождении, здесь вы, конечно, сами определяете глубину проникновения ваших подписчиков в личное, кто-то разрешает себе опубликовать своих детей и своих жен, и очень даже некоторые блогеры прям очень глубоко все показывают вплоть до того, что можно вообще полностью понять, как проходит день этого человека. Ну, я считаю, что это не обязательно делать, можно просто показывать, как вы проводите свободное время, ваши хобби, может быть, периодически публиковать ваших близких, все, этого будет достаточно. Но это, опять же, сформирует доверие к вам, как к живому человеку. Сейчас мы посмотрим, вот у Дамира, вот у него один из постов, да, как вы считаете, что делает контекст выдающимся. Он сейчас продает свой курс по копирайтингу, и поэтому многие его посты нацелены именно на продажу этого курса. Здесь он дает полезную информацию, реально полезную информацию, которую можно прям взять, применить, и в конце он пишет, заходите на мой курс, покупайте, он уже стартует 12 марта. У него очень много личного, личной информации, вот он показывает свою жену, видите, это его жена, он рассказывает о ней, что она должна быть слабой, он рассказывает о том, как он дарит ей подарки, как они там, когда у него родилась дочка, он очень много этому времени посвящал, своих сторис. Кстати, контент должен быть многопрофильный, я уже об этом говорила, вот сейчас еще раз скажу, то есть вы должны публиковать и видео, и посты, и слайды, просто одну фотографию, и слайды, как у него здесь, видите, и IGTV должны задействовать, видите, у него IGTV есть, и сторис должны задействовать, видите, в сторис он публикует отзывы, сертификаты своих учеников, вот здесь он продает, привет, итак, 12, 13, 14, все ключи, друзья, здравствуйте, то есть у него очень много сторис, он может там до 20 штук в день публиковать сторис, постоянно живой аккаунт, постоянно дышит, живет, и это хорошо, потому что в этом случае Инстаграм его воспринимает как полезного для него автора, для Инстаграма, я имею ввиду, и начинает ему помогать его продвигать, поэтому и вы должны тоже это делать, и следите за новинками, которые Инстаграм внедряет, и применяйте их сразу же, потому что в этом случае Инстаграм тоже вас начинает любить и продвигать вас, потому что вы продвигаете его новинку, и соответственно делаете для него пользу, вот, но в целом хочу сказать, что профиль Дамира Халилова хорошей, вы можете подписаться на него, и следить за его постами, и тем самым повышать свой уровень и в СММ, потому что он действительно очень много полезного публикует, и наблюдать вообще, как он его ведет, и повторять все, что он делает в своем аккаунте. Надеюсь, это было полезно. Спасибо за внимание. Юль, спасибо огромное, очень много полезного я узнал, и со всеми зрителями также собираюсь исправить немножко свои все инстаграм аккаунты, поправить в соответствии с теми советами, которые вы дали. Всех, кто смотрит это видео в записи, хочу обрадовать, у вас есть точные ссылки на каждый вопрос, который мы сегодня с Юлей обсуждали. Также напоминаю, что есть ссылка на инстаграм аккаунты, людей, которых мы советуем отсмотреть, понять, как они ведут свой инстаграм, как они строят свой план, что у них в актуальном, как оформлены профили, какие аватарки они использовали, ну в общем, все-все-все моменты посмотрите, проанализируйте самостоятельно. Ну а мы с Юлей постараемся вам максимально помочь, как люди, которые уже давно порвали с офисами, открыли свои собственные бизнесы, развивают свои бренды, я думаю, что наши советы и наш курс личный бренд, который мы будем проводить вместе, вам очень помогут. Так что, пожалуйста, записывайтесь, вся информация непосредственно под этим видео, добро пожаловать, скоро с вами со всеми увидимся. Всем всего хорошего, пока! Фотография – это больше, чем творчество и больше, чем карьера. Фотография – это путешествие вглубь себя и самореализация. Хотите на каждой съемке получать кадры профессионального уровня, реализовать свой творческий потенциал, трансформировать хобби в профессию, научиться снимать великолепные кадры вне зависимости от обстоятельств, добиваться высоких результатов, прикладывая меньше усилий, быть финансово независимым, здоровым и счастливым человеком, продолжая путешествовать уже более 10 лет, Илья Афанасьев создал несколько успешных брендов по съемке в городе и на природе. Воспользуйтесь его секретами, чтобы избежать ошибок, сэкономить время и финансы. Фотовидеомастерство – самый полный, самый творческий и самый системный курс. Прочитайте отзывы студентов курса и посмотрите их работы. Регистрируйтесь сейчас и сразу получите огромный бонусный пакет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова